Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! 18 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Владыка, вот чему посвящен этот праздник? Я, во-первых, не стал бы акцентировать внимание на дате, потому что эта дата меняется каждый год. Собор всех святых в земле российской просиявших. Церковь отмечает второе воскресенье после Пятидесятницы. Первое воскресенье отмечается Собор вообще всех святых Вселенской Церкви. Сколько их не было на свете. А второе воскресенье обычно такие вот поместные соборы. Скажем, у нас это всех святых в земле российской просиявших. Там в Болгарии всех болгарских святых. А святой Гориафон всех преподобных просиявших и так далее. То есть второе воскресенье после Троицы посвящено памяти, вот в нашем случае, всех русских святых. Очень понятно, почему мы всех святых вспоминаем после Пятидесятницы. Сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло в Пятидесятницу, оно не только их преобразило и изменило, и соделало их проповедниками Слова Божия, но Дух Святой действует в Церкви и сегодня. До сегодняшнего дня на протяжении всех двух тысячелетий ее истории он соделывает обычных людей, если они сами прилагают к этому усилия, святыми. Вот именно поэтому после Пятидесятницы мы вспоминаем всех святых, то есть людей, жизнь которых изменилась под действием благодати Святого Духа. Все русские святые, это видно из самого названия, это память всех просеявших в разное время святых на нашей земле. И это очень такой глубокий праздник и очень интересный. Празднование было как-то одно время забыто, а восстановлено на Поместном соборе Всероссийском 17-18 годов. Большевики обстрелили Кремль, рушилось российское государство, а собор восстанавливал поминовение, память всех русских святых. Это, конечно, очень глубокий символизм есть. И составляли эту службу два совершенно удивительных человека. Академик Борис Тураев, наш знаменитый египтолог, который был членом Поместного собора Русской Православной Церкви, и молодой тогда еще ирмонах Афанасий Сахаров, который впоследствии стал епископом и провел в различных лагерях и заключениях большую часть своей жизни. Так практически не выйдя на служение, но всю свою жизнь он редактировал, дописывал, видоизменял, расширял вот эту службу всем русским святым. – Владыка, вот еще объясните, почему именно собор всех святых? – Собор – это собрание. – Потому что сейчас собор – это здание? – Да, собор не в смысле здания. – Вселенский собор, мы говорим, это же не дом, не здание какое, это собрание делегатов со всей церкви, со всей Вселенной. Поэтому он Вселенский. Византийская и Римская империи называли себя Вселенной. Такое было сознание. И собор святых – это собрание святых, или русских, или вселенских, поэтому так называется. – В церковном календаре также можно часто встретить праздник собор святых с названием, с указанием местности монастыря или исторического события. Вот буквально недавно, 3 июня, в Симбирске, в Ульяновске отмечали собор симбирских святых. – Да, лучше сказать симбирский. – Да, симбирский, как-то это ближе так получается. И недавно стало известно, что список имен симбирских святых пополнился. Сейчас еще плюс 6 имен. – Да, но это техническое такое решение. Не было новых канонизаций. Просто ведь те люди, которых мы канонизировали, а в основном, подавляющем большинстве, это новомученики, они в начале 20-го столетия, после революции, просто их кидало с места на место жизнь. Они жили в одном месте, потом могли служить в другом месте, потом в третьем, потом арестовывались, потом выпускали их куда-то, допустим, на Казахстан, на поселение или на север на поселение. Там они могли опять через какое-то время выехать или скончаться там. Поэтому обычно процесс канонизации, то есть, причисления к люку святых, он совершается той епархией, на территории которой скончался тот или иной подвижник благочестия, тот или иной новомученик. Но, допустим, он скончался в Казахстане, а до этого служил в Ульяновской области. Он в соборе казахстанских святых есть, мы попросили его включить еще и в собор симбирских святых и так далее. Там Саратовский один такой преподобный, один священно-мученик, да, и мы попросили его также включить в собор симбирских святых. Вот таким образом набралось 6 человек, которые имеют уже канонизированных, уже причисленных к лику святых, но которые имели в жизни свои отношения к симбирску. И вот они сейчас вошли в состав святых. Я, если позволите, я зачитаю несколько этих новых имен. Это два архиерея, это Герасим Добросердов, епископ Астраханский. Он, кстати, не новомученик, но он был духовником нашего Спасского женского монастыря и ректором симбирской духовной семинарии. Поэтому вот мы попросили его тоже причислить к собору симбирских святых. Священно-мученик Александр, архиепископ Самарский, в 1920 году был назначен епископом симбирским. В годы его управления нашей епархией проходило изъятие церковных ценностей и начало обновленческого раскола. Владыка Александр не признал обновленцев и образовал временную, независимую, автокефальную симбирскую церковь. У нас вот был такой эпизод в нашей истории. Его перевели сначала отсюда в Крым, потом в Самару, то неоднократно арестовывали, а 14 января 1938 года расстреляли в Самарской тюрьме, он в соборе самарских святых. Но поскольку он был и нашим святителем, мы его также попросили причистить к собору симбирских. И несколько священников. Василий Покровский, священник, который был и служил в Сингелеевском уезде, в Корсунском уезде, в Промзино, то есть в Сурском. У него было пятеро детей, в 1929 году осужден первый раз, 26 декабря 1941 года расстрелян, да, уже война шла. Владимир Пиксанов, вот такой замечательный тоже священник, когда я был в Саратовском архиерею, мы как раз занимались его канонизацией и добились ее. Он был священником в Воскресенском храме села Павловка. Павловка тогда входила в Саратовскую губернию, поэтому мы его в соборе саратовских святых прославили, а сейчас Павловка входит в нашу симбирскую епархию. И Владыка Филарет его тоже очень почитает. И в Павловке стараниями Владыки Филарета восстанавливается храм, к которому он служил. Там было какое-то учреждение культуры такое деревенское, оно пришло, он пришел полностью в такое негодное состояние. Вот сейчас его восстанавливают, уже очень много сделали, наверное, в ближайшее время будет его освящение, этого храма. Это очень важно, то, что храм, в котором он служил, сохранился и восстанавливается сейчас. Николай Розов в Протерии. Мы с вами знаем Константина Розу, великого архидиакона. Это брат его, архидиакона Константина, служил тоже в нескольких наших приходах и расстрелян в 1938 году. Ну и еще несколько человек, которые также служили в наших сельских храмах и прославлены, причислены к лику святых в других епархиях, там, где они оказались на момент своей мученической кончины. – Появятся ли иконы с их изображением? – Да, она заказана уже. Сейчас нам, так сказать, ее разрабатывают, надо еще разработать ее как-то, концепцию этой иконы. Я думаю, что в ближайшее обозримое будущее появится эта икона. Мы готовим новое издание житий симбирских святых, где будут включены жизнеописания еще этих подвижников благочестия. И отдельно иконы каждого из них тоже будут написаны. – Спасибо, Владыка. До свидания. – Спасибо. – До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова